Музыка 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 Вот, мои дорогие, видно, вам нет блестящий след на асфальте. Сейчас я вам покажу. Блестит вот на солнце. Видно? Это слизни. Вот, когда я посадила семена прямо в землю, без рассады, и мне писали, ой, трава забьёт, там всяко-разно, ничего не взойдёт, всходят. Вот они. Ну, вот слизни эти, вот понимаете, вот видите, всё объедено. Вот они, эти твари, жрут. Не всё. Какие-то растения они не жрут. Какие-то начисто сжирают. Ну, вот не знаю. Вырастет у меня что-нибудь или нет. Забыла с вами поздороваться. Доброе утро. Вон как цветут. Что там такое? Что там такое? Ну, сегодня день вроде получше, правда. Так, уже надоел этот холод. Кошмар. Эти какие, да? Вот такие они нежненькие. Прошли дожди и попёрла. Гранатик. Всё, листочки пошли. Скоро цвести будет. Боже, как он цветёт. Кто не видел, смотрите. Это просто вот волшебное цветение. Ну, виноград. Видите, листья уже какие. Вишенки уже вон какие. Господи, что там орут-то? Ой. Ну, она. Сейчас черешня пойдёт. Костя у меня очень черешню любит. Вёдрами может есть. Вот, неделю назад Витя косил. Видите, прошли дожди и всё. И понеслось. Можно по новой косить. Ну, от грецкий ореха уже вон какие серьги стали. Были просто зелёненькие. Сейчас вон какие. Кактусы прям встают на глазах. Все ведь лежали. Лежали всю зиму. Они просто в лёжку лежали. Вот смотришь на них и думаешь, всё, уже не встанут. Нет, встают. Скоро цвести будут. Мята, борюсь, борюсь с ней. Она просто уже по всему участку. И эти вон, видите, взяли тут и выросли. Ну, вот, пока вот такие вот цветут цветочки. Розочки пока никак. Жду, 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 жду. Прям жду. Их много, но они ещё... А, вот, вот. Вот, вот. Наверное, первый раз пустятся. И на этом прям кусту много. А, ещё скажи, поборемся, кто первый зацветёт. Обычно вот этот куст позже. То ли я его удачно обрезала. Столько на нём прям бутонов. Обычно как-то не было столько. Ну, ладно, подождём. Я так люблю вот цветы, которые, ну, как бархатные. Ну, что, вот, из десяти кан только один цветок появился. Другие пока что-то нету. Вот за лето отрос прям устаёшь вот их обрезать, да. А весной ждёшь, ждёшь. Ну, когда, ну, когда. Ну, вот, высохло наконец-то. Сейчас буду красить. Ой, надо мне столько успеть сделать за эту неделю, потому что приедут мальчишки. Я боюсь, что у меня не будет времени-то на всё это дело. А я тут себе планов громадью. Ну, что сделаешь. Кстати, об отдыхе. Мне тут пишут люди, бросят их поселить. Уже несколько мне писем написали. Ой, милые мои. Я вот прям объясню, чтобы это. Я не сдаю. Я не умею с людей брать деньги. Я не умею за ними следить тут. У меня нет времени. Ну, не сдаю я. Был у меня горький опыт. Сдавала я жильё. Ужасно. Оставляли мне долгов, переломали всё, что можно. Я не сдаю. У меня отдыхают свои. Денег я не беру. Вот. И люди у меня свои. Друзья, родственники. Вообще напряжно. Вот оно кажется, да, ждёшь, ждёшь лето. Вот сейчас приедут, сейчас приедут. Приезжают. И не остаётся времени вообще на работу. Ну, это же всё отвлекает, требует внимания, времени. Вот. А уж это лето, если ожидают восемь миллионов в Крыму народу. Ну, так что уж извините меня. Ну, что, а я тут это... Рисую. Рисую. Закрашиваю белой краской вот эти вот между ракушками. Сейчас уже. Вот мне очень нравятся люди, которые вообще ничего не делают руками. Они думают, что это так это всё. Хоп-хоп и готово. Ага. Хоп-хоп не бывает. Быстро только кошки родятся, поэтому и котят слепые. Это вот во все вот эти вот залезть надо. А потом ещё другой краской буду красить. Вот так вот время и проходит. Ну, сейчас я вот дорисую. Я вот сижу тут и думаю. Может, поехать мне на рынок докупить цветов в рассаду. У меня шесть горшков пустых. Вот. И то, что я посадила, вообще, будет ли толк. Может, купить тех же петуний уже. Вот вчера же видела на рынке. А не было налички. Пошла снимать наличку. Банкомат не работает. Карточку потеряла. Вот всё. А там были красивые такие, тёмно-фиолетовые, как бархатные. На юбилейном рынке, интересно, есть такие или нет? Меня прям вот сижу, а меня прям подмывает. Может, поехать? Ну, собственно, сейчас пока всё это дорисую. И будет видно, ехать мне или нет. У меня тут, видите, и камушки, куриный бог. И черепашка из Турции. Господи, 13 лет назад привозила. И вот эта подвеска, это была подвеска, отломилось колечко само. И настоящий конёк морской. Тоже когда-то из Болгарии привозила. И ракушки вон какие, оранжевые. Это настоящий цвет ракушки. В общем, короче говоря. И стёклышки морем откатанные. Ой, девчонки, знаете, я раньше, когда в Мурманске вот жила, ну, давно ещё. Лет 10 назад, наверное. Может, и больше. Вот докупаж делала. И всё время думала, ой, как хорошо живут люди у моря. Там у них ракушки, камушки всякие. Да. Ракушки и камушки. Боже мой, неужели дождались? 25 у меня на градуснике. И ветра. Ну, есть так, но немножко. Ой, как хорошо, раздетый. Ну, я, правда, совсем-то с длинным рукавом. Но всё равно. Жду Толика. Вот, я вся такая... Я вся такая невозможная в бирюзовых тонах. Девчонки, представляете, были мои любимые штаны. Я их покупала в Болгарии 8 лет назад. И когда переехала в Крым, в Севастополе когда жили, я их прям носила, носила. А потом сюда переехали, мне их что-то так стало жалко таскать-то каждый день. Я их, видимо, убрала. И убрала так, что только нашла. Стала разбираться там в сарае. Нашла любимые штаны. Слушайте, вот что значит я похудела, они на мне были прям в натяжку. А сейчас так прям хорошо, комфортненько. Так что... Так, ну где он? Так, ну что, я съездила. Вот купила. Вот, я вот такие обожаю. Обожаю вот такие. Вот, я купила вот таких вот. Уже валяются, уже отломались. Вот у меня еще кашпо есть пустые, поэтому есть куда. А тут ожидающие. Да, Рыжуха, чумазая? Ждет меня. Утром кормила, видимо, опять надо. Плохо она корм не ест сухой. У меня от Маськи еще столько осталось корма, а она его вообще не ест. Зато мой творог хорошо ест со сметаной. Смотрите. А я думаю, что так жарко-то? С длинным рукавом прям жарко. Ну что, дождались, дождались. Ой, не сглазить бы. А то опять как-то. Ну все, мальчишки, можете приезжать. Тепло. Ну что, девочки мои, вот практически сегодня полдня ушло на покраску. Сначала белой краской, потом бирюзовой. Ну, попробую еще так золотцем немножко это дело. Ну, вот такая вазочка получилась. Она не сильно тяжелая, потому что тут немного цемента-то. Лаком покрою. Можно на улице оставлять. Дело к вечеру. Начала я высаживать цветочки свои. Я их сначала прям водой залила. Вот. Вот один темненький посадила. Ну, сейчас посажу все. Посмотрите, что делается. А к вечеру какой ветер опять поднялся. Что же это? Опять что-нибудь надует. А я сижу себе, разрисовываю. Думаю, что-то опять так задуло-то. Опять ветер. А сейчас Марина, ну, которая Августера Коко, звонила мне. А они, оказывается, уехали в Тверь. Ну, к двоюродным своим. К родне. Отдыхают там. Серега рыбу ловит. Деловой такой. Со своим стулом, которого он сюда, в Крым, привозит. Он его везде с собой возит. И рыбу наловить. Красота. Так хочется прям, чтобы они приехали скорее. Ну, они приедут, скорее всего, наверное, может, в конце августа, может, в начале сентября. Ну, там видно будет. Ну, там видно будет. Ну, вот, что это такое. Закат подвёл. Ветер, вон, видно, над морем. Видите? Облака. Там же море. Ну, вот, над ним облака. Солнышко в облаках садится. Я поужинала, так есть захотела. Надо чаще есть и понемножку, а не получается. С этими своими делами забываю, что надо поесть. А потом, как это, сядешь, как дашь по яровой, что еле встанешь. Ой, не могу. Самой смешно. Нет, я так стараюсь держаться, но когда вот чем-нибудь увлекусь, и всё. Ну, ладно. Дело сегодня понаделала. Поубирала все тёплые вещи, чтобы на лето не болтались. Шкаку тут на виду. Цветочки посадила. Бутылку эту с цементом доделала. Надо другое начинать. Ну, это уже завтра. Уже надо и отдохнуть. Пытаюсь разобраться со своей мелочёвкой, с этими коробками. Сейчас Сашка приедет, он же у меня разберётся. Буду потом по всему полу полу эти бусины собирать. Надо как-то их куда-то пристроить. А куда, не знаю. Стеллаж, что ли, притащить из своего дома. А, завтра жильца попрошу, пусть принесёт. Он там пустой стоит. Так что, вот такие вот дела. Дела, дела. Ковыряешься, ковыряешься. А сделанного не видно. Ну, вот не видно. Ну, вот сейчас принесла эту штучку, которую окна мыть. Жидкость для мытья окон. Надо завтра незагадываемши окна помыть. А то загадаешь, будет чего-нибудь. Или дождик, или ещё чего-нибудь. Ну, что я вам рассказываю? Вы сами так живёте. Целый день ковыряетесь. Правда ведь? Новость какую открыла, да? Ладно, мои дорогие. Давайте-ка, надо идти отдыхать. Кошек покормила. Тут ещё поменьше приходила сегодня. Такая же вот с продрессией, с рыжей. Дочка, видно, наверное, или сыночек. Пришла такая осторожная. Повыглядывала, походила и ушла. На разведку приходила. Вот они, нарушители. Без шлемов, без всего. Без прав, небось. Да, огородами катаются. Ладно, мои дорогие, давайте. Пусть всё у вас будет хорошо. Он смотрел Ларису Табашникову, которая в Гватемале живёт. Она второй раз короной переболела. Да что ж такое-то, господи. Давайте, не болейте, пожалуйста. Я сегодня купила солепод, наконец-то, нашла в одной аптеке, в единственной свою сухую мозоль. А у меня он и так на мизинце ноги в таком месте, что ровно-то и не приклеить этому пластырю. Не знаю, что там получится, не получится. Прям вот практически между пальцами, да сбоку как-то. Господи, какая только пакость не привяжется. А видно, давит на какой-то нерв, что ли, прям вот походить. Сто метров пройду и всё. И идти не могу. Ну ладно. Попробуем поизбавляться. Вот. Так что вы не болейте, не берите пример с меня. Давайте, зайки, хорошего вам вечера, спокойной ночи и завтра, чтобы проснулись все в хорошем настроении, с хорошим здоровьем. Ладно? Давайте, я вас обнимаю, целую. Пока, мои хорошие. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok